Друзья, всем привет! С вами Артем. И возможно, что именно это видео поможет вам гораздо больше, чем многочисленные книги про успех, богатство, деньги, удачу и так далее. И это видео называется «Образ мыслей миллионеров». И вот здесь схематично изображен этот самый образ мыслей. И начну я это видео с того, что я проводил эксперимент, в котором спрашивал у людей, а что вам мешает получать достаточное количество дохода. Именно в том видео это был уровень 100 долларов в день, да, 3000 долларов в месяц. Почему люди не получают эти хотя бы такие небольшие деньги? И приводилось множество причин. То есть участники, зрители этого видео в комментариях писали, что мешает. Нехватка времени, нехватка знаний, нехватка опыта, умений, окружения, правильного связи. И каких только не было ответов, и очень малое количество людей указало, что образ мыслей мешает. И вот что же такое образ мыслей? Это что-то такое нематериальное, да, но это именно то единственное, что действительно мешает вам получать достаточное количество дохода. Мы сейчас разберем, чтобы это было абсолютно понятно любому человеку. Всего лишь 4 параметра. Образ мыслей миллионеров, богатых людей, настолько примитивен, что быть миллионером гораздо проще, чем бедным человеком. Это первое, что необходимо усвоить. В образе мыслей миллионеров есть 4 параметра. Мы сейчас их разберем по порядку, а затем разберем 7 табу. Это 7 параметров, которые присутствуют у бедных людей. И вы сможете посмотреть, если у вас есть один из этих 7 параметров, значит вы в себе убиваете богатого человека, миллионера. И вот все, так скажем, зернышки и ростки богатства вы просто уничтожаете. Давайте начнем с образа мыслей миллионеров. Перед вами синим кружком обозначена буква О, образ, а ММ, оранжевые, это мысли миллионеров. Что за мысли? Вообще, что такое образ мыслей? Как человек рассуждает? Во что он верит? Как он к себе относится? Какие у него убеждения? Как он разговаривает с другими людьми? Вот все это составляет образ мыслей. И тут есть 4 параметра. И первый параметр это ответственность. А миллионеры, они поняли, богатые люди поняли, что брать ответственность это круто. Брать ответственность на себя. Но бедные люди считают, что ответственность это нечто неприятное, это то, чего нужно избегать. И они избегают его. Итак, первое это ответственность. В чем минус ответственности? Да ни в чем. Если вы говорите, что все, что происходит в моей жизни, я несу за эту ответственность, значит вы живете так, как и должны жить. и вы живете по законам природы, по законам вселенной, и вы будете преуспевать с этого момента. Как только вы возьмете всю ответственность за свою жизнь на себя, за все события, которые происходят в вашей жизни, вы возьмете на себя и так далее. Итак, это у нас параметр номер один. Параметр номер два – это у нас оптимизм. Да, богатые люди, как вы посмотрите, они почему-то всегда улыбаются, смеются, они всегда довольны, да, и многие люди, особенно бедные, думают, конечно, он доволен, он улыбается, потому что у него классный дом, шикарная яхта, куча автомобилей и так далее. Но это не так. Эти люди богаты, потому что они улыбаются, потому что они оптимисты, а не наоборот. Эти люди, они видят мир в ярких оттенках. В то время как бедные люди, они говорят, мир – это дерьмо, все люди – козлы, и все, что происходит, оно… в этом нет смысла. В то время как богатые люди говорят, мир прекрасен, люди замечательные, все делается к лучшему. Вот понимаете, да, это всего лишь разный взгляд, разные отношения, но именно это определяет, человек будет оптимистом или пессимистом. Вы очень мало встретите среди богатых людей пессимистов, очень мало, потому что среди богатых людей в основном оптимисты. По крайней мере, те сотни интервью, которые я брал с миллионерами, говорят о том, что у миллионеров оптимизм на очень высоком уровне. Самый яркий пример был, когда я общался с Брайаном Трейси. Но мы сейчас переходим к параметру номер три – это ценность. О чем думают вообще миллионеры? Они думают о том, что же такое создать, чтобы людям другим отдать, и какую бы ценность принести, какую пользу дать. О чем думают бедные? Где бы взять? Почему у меня не получается? Что бы такое придумать? Что бы получить? То есть у бедных людей направлен фокус внимания и образ мыслей на получение, в то время как у богатых людей, у миллионеров, на то, что бы еще такое создать, что бы отдать как можно большему количеству людей. Допустим, вот Стив Джобс думал, как можно большее количество крутых гаджетов отдать людям. Не бесплатно, за деньги, да, потому что деньги – это просто эквивалент того, что вы отдаете. И чем больше вы отдаете материальных, либо нематериальных ценностей, тем большее количество дохода вы получаете. Итак, параметр номер три – это ценности. Оно говорит примерно так, что я должен дать, какую что я должен создать, что я должен отдать, чтобы мне заплатили за это деньги. Многие знают пример полковника Сандерса, компании Kentucky Fried Chicken KFC, когда он начал, так скажем, переход из бедности в богатство с одного вопроса. Что я могу дать людям такого, за что они мне заплатят деньги, да, и придумал рецепт цыпленка. То есть у него ничего не было, он написал рецепт, этого оказалось достаточно. И четвертый параметр давайте мы рассмотрим. Четвертый параметр – это решение. Вот богатые люди – это люди-решение, человек-решение, да, вот какую бы причину вы ни назвали, богатый человек вам даст сразу несколько вариантов решений. То есть он просто привык думать решениями. Но бедные люди, они думают проблемами. То есть всегда нет денег, да, там, почему у меня нет денег, почему вот у меня ничего нет, а у соседа вот все есть. Да, то есть такие тупиковые вопросы, которые никуда не ведут, задают люди, которые называются «человек-проблема». То есть такие люди живут в проблемах, а миллионеры, они живут в решениях, да, то есть человек-решение. Вот абсолютно любая проблема, которая есть у вас сейчас в жизни, она решается, да, потому что до вас такие же проблемы решали сотни других людей, тысячи и даже, возможно, миллионы. Вот, но если вы будете фокусироваться на проблеме, то эти решения не будут приходить. Почему? Просто потому что приходит то, на чем вы фокусируетесь. Будете фокусироваться на решениях, будут приходить решения. Будете вы фокусироваться на том, чтобы отдать, вы будете это что-то создавать и отдавать, вам будут за это платить. Будете вы фокусироваться на оптимизме, оптимизм вы будете получать в вашей жизни. А если на пессимизме, угадайте, что вы получите. Опять же, ответственность. Можно либо сбросить ответственность, либо взять на себя ответственность. Человек, сбрасывающий ответственность, становится беднее, человек, берущий на себя ответственность, становится богаче. Это образ мыслей миллионеров. Посмотрите, пожалуйста, и напишите в комментариях, что из этих четырех параметров у вас на высоком уровне, а что не очень на высоком, вот что нужно развить. А пока мы с вами поговорим о табу. Итак, какие существуют табу? Что это такое? Это то, что запрещено делать человеку, который решил стать богаче. Ему запрещено жаловаться. Вот пожалуется человек, вот вы пожалуетесь, вы станете беднее. А перекратите жаловаться, вы начнете становиться богаче. Также бедные люди любят обвинять других людей. И опять же, чем больше вы будете обвинять других людей, события, обстоятельства, тем вы будете становиться беднее, беднее и еще беднее. Но как только вы привычку обвинять убираете из своей жизни, вы делаете шаг по направлению к образу мыслей миллионера. Итак, завидовать. Ну как вы думаете, что такое зависть? Зависть это досада на чужой успех. Вот если кто-то успешен, вы сидите и досадуете. И, конечно, вы хотите, чтобы у него этого не было. Что происходит? Правильно. Именно этого не будет никогда и у вас. Четвертое. Это вообще тяжкий грех финансовый. Это обижаться. Вот если у вас есть привычка обижаться на что-то в жизни, либо на события, либо на других людей, на какие-то досадные обстоятельства. Если вы обижаетесь, вы становитесь беднее, беднее, еще беднее. Как только вы у себя привычку обижаться искореняете, во-первых, что нужно сделать, чтобы убрать из себя привычку обижаться? Нужно осознать, что это ведет к бедности. И как только вы это осознали, вы начинаете, так скажем, начинаете прекращать обижаться, и здесь начинается ваш путь к богатству. Дальше. Осуждать. Осуждать, опять же, события, осуждать обстоятельства, осуждать других людей. Это то, что сразу убивает полностью вас, так скажем, даже зародыш миллионера. Вот как только вы отслеживаете себя на осуждении, понимаете, вы становитесь беднее. Дальше. Злиться. Конечно. Злость. Что она делает? Что происходит с человеком, который злится? Как в той известной поговорке, да, если ты злишься, значит, ты не прав. Конечно. Во-первых, вы не правы, если вы злитесь автоматически, вне зависимости от причин, на что вы злитесь. А во-вторых, вы, опять же, убиваете в себе все возможности финансового роста. Прекращаете злиться. Начинаете взращивать в себе такие чувства, как любовь, благодарность, сочувствие, прощение. Все, вы пошли в плюс. И седьмое табу – это быть недовольным, друзья. Да, быть недовольным. Когда человек начинает быть недовольным, когда в течение дня какое-то недовольство в нем проявляется, он к себе притягивает, примагничивает еще больше событий, обстоятельств людей, которые сделают его еще более недовольным. В таком состоянии ни о каких миллионах речи нет, ни о каком богатстве нет. И как только вы начинаете видеть, за что вы можете благодарить эти события, этих людей, эти обстоятельства, которые происходят с вами в жизни, как только вы начинаете любить то, что происходит с вами в течение дня, все, вы пошли в плюс. Итак, друзья, это были табу. Отследите, сколько среди этих семи табу есть у вас, поделитесь в комментариях. Ну и еще в описании к этому видео вы найдете практическое задание, серия коротеньких вопросов, которая направлена, опять же, на тест образа, именно мыслей миллионеров, на то, насколько вы предрасположены к мышлению миллионеров. И я скажу вам, что всех, кто примет участие в этом задании, а это задание тоже можно сделать легко в комментариях, буквально за 10-20 минут, для каждого человека я дам серию рекомендаций, опять же, персонально ответив на комментарии с выполненными заданиями. Эти задания находятся прямо в описании к этому видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, если вы впервые на моем канале, оформляйте подписку, потому что все больше качественного контента будет выходить в ближайшее время. Успехов, друзья, и до скорых встреч в новых видео!